Сегодня в Ханты-Мансийске открылся 10-й по счету Югорский промышленный инвестиционный форум. На этот раз главное экономическое событие региона проходит в очном формате. В конгресс на выставочном центре Юго-Экспо собралось почти больше полутысячи участников. Еще порядка 70 человек присоединились к юбилейному форуму онлайн. Программа насыщенная. Одним из ключевых мероприятий стал съезд Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». На нем в качестве спикера выступала губернатор Югры Наталья Комарова. В ходе пленарного заседания обсудили концепцию развития творческих индустрий до 2030 года, а также повышение роли креативной экономики в социальном предпринимательстве. Сегодня Югра насчитывает две сотни субъектов креативных индустрий и почти 300 соцпредприятий. По итогам прошлого года наш округ в четвертый раз занял первое место среди российских регионов по реализации механизмов поддержки социально ориентированных НКО. Чем больше планка, тем сложнее не только удержаться на ней, но и определиться, куда идти дальше. Сейчас мы 57 услуг в этой сфере передали, больше 2,5 миллиарда ежегодно рубли из окружного бюджета. Мы передаем тем, кто создает условия для оказания таких услуг небюджетным организациям. И это показатели, которые и дают нам право и возможность экспертам определять нас лидерами, а нас чувствовать таковыми. Во многом социальное предпринимательство и креативная экономика, она дополняет как раз крупный бизнес. Чтобы было интересно работать вокруг этих промышленных гигантов многим людям. Люди могли создавать музыкальные произведения, снимать фильмы, создавать компьютерные игры. Но для этого нужна среда. Мы считаем, что Югра это как раз то место, где это может получиться. После пленарного заседания глава региона смотрела выставку. На ней свои наработки представили компании, которые специализируются в сферах нефтегазовой технологии, энергетики, ЖКХ, лесной промышленности и деревообработки. А также занимаются производством техники и оборудования. Например, больше 13 лет уникальные машины выпускает специализированный завод в Сургуте. Здесь трудится полсотни человек. Ежегодно они производят 36 единиц техники. Это многотонные буровые установки, экскаваторы, гигантские снегоболтоходы и единственные в мире плавающие мульчеры. Новейшей разработкой инженеров стал двухпогрузочный фарвардер. Он способен перевозить до 12 тонн, причем с минимальной нагрузкой на грунт за счет большого размера колес. Всего их 8, диаметром почти 2 метра.